Французский дневник, день первый. Макс сделал предложение Юле. Ребят, не спрашивайте, как мы здесь оказались вновь, но мы опять во Франции, в Париже. Кого мы ждем? Ромку, чтобы он нам что сделал? Помог поднять чемоданы. На самом деле сейчас делаем анбоксинг. Мы Роме из России привезли гречку. Из Грузии вино офиганное. Чучхелло. Чучхелло, варенье. Вот в таком замечательном доме они живут, но что-то Рома не спускается. Опа! Здорово, бро! Здорово! Ну и что, нормально, мы в вещах. Нормально мы пригнали? Твоя гречка, Ром. Твоя богатырская сила нам понадобилась. Погнали, ребята. Что про Стасю расскажешь, как у нее дела? Дела хорошо. Сейчас сами увидите, надо говорить. Сами увидите. Так, ребят, лист на первом этаже работал? Ты что? Мы его отлучили буквально вон на днях. Можете тащить чемодан? Потому что у меня спина отвалится, я не смогу его пить. Не кричи, консьерж спалит. Тихо, тихо. Ром, ты что в ФСБ работаешь? Замажь в этом мне, пожалуйста. И голос изменил. Что, теперь можно влезть? Ром, ну есть один, я тоже дойду туда. А ты что, мы поместимся? Как мы поместимся? Давай, погружайся. Рома. Э, а что света потухла? Слушай, ну приключения начинаются нормально. Почему у них все это не работает? Ну что, как дела? Нормально, Саня, заходи, ждали тебя. Как у вас вкусно пахнет. Настя, можно приготовить? Серьезно? А у нас есть вино от Давида. Я прям жду, не открываю, ничего. Кстати, Макс приехал еще. Он должен быть здесь уже. Он рядом где-то поселился. Там, короче, Макс приехал, у него девушка на седьмом месте или на восьмом. Он заказал и кольцо, и будет делать предложение. Да, он будет и делать предложение. Мы пойдем все вместе. А что, сделайте обзор французской? Давай сейчас милишка досохнет, и завтра сделаешь с утра. Сколько стоит такая квартира? Вам давай три. Две с половиной тысячи евро. Серьезно? Сейчас с половиной народу отписано. Открасители, короче, так же будут стоить. Камин работает? Камин нельзя топить, к сожалению. Во Франции такие правила. Никто без камин. Тут основная достопримечательность в том, что здесь есть балкон, но в квартирах во французских балкон это типа классно. Обычная белая квартира, ничего особенного. Паркет, как видишь, старый. Мы здесь с Настей спим, да? Да. Все довольно просто, под сдачу, видимо, сделано. Ставни закрываются, чтобы с утра поспали. То есть ваша комната. Огонь. Ну чего, круизы готовы? Я вообще готов, сто процентов. Что же мама Ромы передала Роме? Настоящий мужской анбоксинг от Ромы Олега. Рома, что руку не разрежь, пожалуйста. О, бутылочка вина. О, слушай, классная упаковка такая. Ее можно кидать на пол и разобьется. Круто, да? Больше не будем. Значит, я выписал 4 футболки нам всем. В команду, в круиз. В общем, тут оберки, все, ролейки. Красава. Белый тебе. Худи с вышивкой. Какой размер? Это должен быть М-ка мужская. Ставь, что ты приготовила вкусно? Я приготовила тазь. Вот, смотри. О, ее тач ми ла ла ла. Да. Ай, день, день, дом. У тебя слюна течет, скажи? У меня вообще, я просто здесь хочу и есть. Так, значит, это самая ценная, самая ценная посылка. Облепиховое варенье. Ты слышал? Саш, это призраки. Нееет. Где девчонки? Мы там, где мы оказались. Чуть запрасывали. Заброшены. Ты слышал скрипы тут? Замок. Вот так Рома считает, что должна выглядеть концовка. Очень захватывающе. Чтобы в следующей серии ждали еще год. Как я говорю, престол. Лёха, ты говорила, что чая еще нет. Как же нет ничего к чаю, если есть? Причем она такая свежая. Это просто топ. На. Да, я с фундуком мне. Смотрите, сколько я поделала. Давайте чай сделаем. Попробуй, с фундуком вкуснее. Ребята, привет. Здорово, Ромка. Ты что здесь делал? В Париже? Здорово. Рознакомство. Наконец-то. Привет, Юля. Очень приятно. Мы с Максом встречаемся в седьмой уже стране, Макс. Мы только путешествуем. Как ты все время попадаешь в те страны, где я? Или как я попадаю где ты? Я слежу где ты, понимаешь? Нужно следить и подписываться. Пойду, будете знать, где находится. Ты будешь нашим французским гидом. Парижским. Здесь все на стиле. Сегодня рынок очень обильный. Потому что праздники. Ох, грибень хороший. Хороший размер. Мясистос не маленький, а мясистос не маленький. Да, смотри, как капает с ним. Есть подешевле. Тут в разных местах рынка по разному ценам. Поэтому надо смотреть. Но здесь одни из самых дорогих почему-то. 3 килограмма 18 евро. А парковка стоит 4 евро за час. Капец. Слушай, ну салман дикий вроде. Парабулька, смотри, даже есть. Вот так обычно я хожу. Вот здесь столики. Ты будешь остриться? Да. О, 9 евро. Можно взять микс. Я люблю большие. Парни, до встречи. Да, до встречи. С Днем Победы. С Днем Победы. С Днем Победы. Почему, потому что День Победы отмечаешь кустрицами вином? Потому что наши старики сделали так, чтобы мы имели возможность это делать сегодня. Поэтому выпьем за них. Давай. Почтим их память. Вечная память. За то, что мы имеем возможность жить в таком хорошем мире как сегодня. Это икра. Чья? Я не знаю. Это яйца. А, икра, да. Только сол, рыбья. Я тебе так сказал, я тебе так сказал. В общем, я предлагаю брюшки взять, они жирненькие, очень вкусные. И взять, нет, вот дораду. Мини дорад. Идет борьба. На самом деле мы хотели еще гребешки взять, но кто-то уже их перехватил. Рынок закрывается. В конце можно купить все со скидкой большая, поэтому мы пришли в самом конце. Это клубника с земляникой замиксована, да? Да. То есть, смотрите, малина замиксованная с клубникой. Клубника и малина, и вот получилось среднее. Покажи. Никакая вообще. А на вкус? Странный, вкусный, прикольный. Ну, прикольный. Реально клубника с малиной. Прикольный, да? Вот это вкусно. Скажи, это клубника или малина? Смотри. Очень странный вкус. Ну, вкусный или нет просто? Да, нет, нет, да. Нет. Почему? Ну, прикольно, но не вкусно. Маринка оригинал лучше, да? Вообще непонятный вкус. Оно потеряется. Да, да, да. Когда жуешь, ощущаешь, что ты ешь клубнику, да? Надеюсь, у меня не вырастет рога или там второй нос. Эй, Вася. Эй, погадаю тебе, друг. По-моему, ты вообще. Погадаю тебе, друг. Что, пофоткались с золотыми крестами, украшениями всякими? Ну, такие фейковые. И продавцу даем 1 евро, говорим, ну, типа, на чай там, чтобы мы время отняли твое. Он говорит, не, не надо. Человеческий подход. Удивительно, да. Человеческий подход. А это икра, что ли? Да, это икра. Ничего себе. Что, у нас на завтрак барабулька? Это же у нас как называется? Добедора, да? А это треска, наверное, да? Это треска, да, маленькая треска. Нужна тарелка, в тарелку муку, соль, перец. Первыми, я думаю, надо вот эти пожарить. Потому что волосец самый нежный, и он быстрее всего жарится. Блюдо от Макса. Красота. У тебя овощей? Да. А что за красота образуется? Надо будет попробовать. Первую достань, попробуем. Сожрём её, короче, а потом в этом решим. Не скажем никому другому. Первую пробую. Вот как выгодно быть поваром. А ещё, ребят, у нас осталась бутылочка шато зигани, которую мы сейчас откроем. И с удовольствием разопьём. Это вино можно даже беременным. Шато зигани. Все, ребят, приятного аппетита. Так, я рыбку эту хочу попробовать. Мы приехали в суперсовременный район Парижа. Модная архитектура, как вы видите, стиль минимализм. Этот район Парижа не похож на другие районы Парижа, потому что здесь нет фасадных домов старых, вот этих обшорпанных крысиных, там вот этих узких кафешек. Здесь всё по-модному и современному. Посмотри, покажи. Висячие сады, современная архитектура полигональная. Вот, собственно, кинотеатр НК-2. Самая популярная сеть кинотеатров в Париже. Ну, типа, самых классных. И с хорошими экранами. Нет, если вы хотите понять, что вы уже совсем напрочь зажрались, то первый признак этого всего – вы приезжаете в Париж и идёте в кино просто. Вам настолько скучно, что вы просто идёте смотреть «Мстителей». На «Мстителей». На «Мстителей». В оригинальном переводе. Шесть билетов стоят 71 евро. Десять билетов стоят 69 евро. То есть, тем самым, они сподвигают вас прийти вновь и вновь в кинотеатр. Соответственно, мы, конечно же, взяли десять билетов на шесть человек. Оставшиеся четыре билета будут действовать в течение двух месяцев. Мы спустились в какие-то боксы. Боксы в ход в кинотеатр опять есть. Купили попкорн. Сколько? Четыре попкорна и пять бутылочек воды. Двадцать шесть евро. В общем, ребята, я вам хочу сказать, что сервисы кино в Москве на голову, на уровень выше. А начиная от попкорна, у нас круглый такой попкорн, посыпанный сыром. Здесь попкорн холодный, полная голова. Вообще отстой. Так, ну что, есть кто? Здрасте. В общем, ещё говорят, что рекламу показывают порядка 30-40 минут. Как? Фильм? Ребят, фильм уже семь минут идёт, у нас пока реклама. Баннер рекламный. Слушайте, ребята, начинаю гордиться Москвой прямо в такой момент. Чувство гордости. А то, что все говорили там Европа, Европа. Вот нам тот же самый Париж. Мы с точки зрения технологий и сервиса на голову вышли на 100%. У нас можно в хороший зал пойти за те же самые деньги. Ваш кресло превратится в кровать, у вас будет официант. Нажимаете кнопочку, он приходит. Хотите пиво, хотите всё что угодно. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И надо как-то жить дальше. В общем, посмотрели мы Мстителей. Классно то, что на оригинальном языке, но очень долго. Сидеть это капец. Причём все французы ещё сидели и все титры смотрели и не давали выйти. Это очень странная тема. В общем, фильм прикольный, но очень долгий. Друзья, всем привет. Мы находимся в Сакликёре. Это самая древняя церковь Парижа. Вот она позади меня находится. Мы сюда приехали на метро. Вообще можно добраться на машине. И намного проще в машине, чем на метро. Потому что делать здесь особо нечего. А на машине вы приезжаете прямо сюда, фоткаете все эти дальше. Лайфхак. Друзья, я вам покажу, как проходить без очереди. Если в вашем коллективе есть беременные, то это делается очень просто. Спасибо. Скажи, Юль, что это за свечки вообще? Вот сюда прихожу в католическую церковь, никогда не могу понять, что за свечки. Где какие? Эти свечки ставят вертин для покоя. Вот такие вот именно для упокоения, да? Белые, да. Подожди, а как определить, где для упокоения, где за здравие? Католические есть только для упокоения. Хорошо, для благополучия. Типа там за живым не ставят свечи? Нет. То есть везде, где свечи горят в католической церкви, это все за упокой умерших людей. Да. Слушай, а смотри, вот здесь вот они стоят, да, внизу? Ты, короче, ее берешь, открываешь, зажигаешь. Да. И она целый день горит? А нет, дольше, чем в день горят. То есть вот твоя свечка будет гореть неделю даже? Да. А как заплатить за нее? А если я за нее не заплатила? Вот сюда кидаются деньги. Макс, расскажи, что ты христианин, живешь в Германии. Да. Тебе это никак не мешает? Нет. Что ты христианин? Нет, ну почти одинаковые религии. Здесь в основном всегда внутри хранится какая-то реликвия святого кого-то святого. Ну то есть прах. Ну да, косточка, волосы. Написано Пауль четвертый, Пауль девятый. Вот у нас очень часто, естественно, в церкви ходят не только по воскресеньям, но и в течение недели мы уже после работы зайти, сесть, просто подумать о своих планах, о своих родственниках, о мечте какой-нибудь. Просто сесть, чтобы найти минуту успокоя, потому что у нас весь день же такой насыщенный. Вперед, вперед, вперед стремимся на те секунды, которые можно просто присесть и подумать. Вот случай, когда Вера с искусством совместно, да, она вдохновляет, реально вдохновение какое-то. Просто аж вот здесь птички поют, бабочки летают. Кайфово, да, Саш, тебе нравится? Макс, я вижу, ты очень нервничаешь. Да. Давай, рассказывай. Всем это связано, твои нервы? Ну, я хочу положение сделать, да. А где ты хочешь это сделать? В круизе? Сегодня в круизе, да. Волнуешься? Капец. А почему? Ну как почему? Конечно, нет, не скажет, конечно, я это знаю, но, блин, все равно волнуюсь. А ты в какой момент это хочешь сделать? Ну, я не знаю. Как под конец или как в середине до этого? Ну, ладно, чтобы она, да, посидела, насладилась. Да, она ничего не знает. Она не знает, да. Я там мотался кольцо и сказал, слушай, на заказ еле-еле все успели. Слушай, Макс, ну ты, конечно, нервничаешь, капец, расслабься. Как расслабься? Я вообще расслаблен буду. Все хорошо, а то сейчас ты спалишься. Ребят, вы красавцы, пойдемте. Что, идем на корабль? Это, кстати, другой. Мы уже ходили на одном корабле, а это немножко другой. Вот так, садитесь. Иди сюда. Иди сюда. Где самое козырное место? Ты у нас самое козырное, потому что. Короче, друзья, пожалуйста, всем меню. Ознакомьтесь с маршрутом. По самым красивым местам у нас прекрасные, у нас лучшие места, панорамный вид. Компания замечательная, погода шикарная, вид потрясающий, еда изумительная, ужин экселленс. Макс, давай, заготовность за твою, давай, пойти с тобой. Мы тебя все поддержим, ты все. С лучшими друзьями должны быть лучше. Макс, ну хорошо, ты должен кайфануть, а такое бывает разжой. Посмотри назад, Макс, посмотри. Даже я тебе скажу да, если ты сейчас предложен. Давай. Спасибо. Мы тебя поддержим. Как еще мы познакомились с Юлей, рассказываю. Юля приехала с Казахстана ребенком в Германию, а я приехал с Севастополя, с Крыма в Германию. Нас поселили в лагерь беженцев в Германии в Унамаз. Это был лагерь, бывшая казарма в 95-м. Нас потом могли расселить в любую точку Германии. Нас поселили буквально 30 км друг от друга. Я живу в Ахе, а нас живет в Бюрене. Мы не знали друг друга, естественно, все еще. Но какого-то момента, когда мы зарегистрировались на странице в интернете знакомства, и у меня сестра. Было очень любопытно. И когда я приходил к ним домой, к родителям, то она брала мой телефон и просто иногда смотрела, как говорится, шпионка. Кто там, интересно, есть? Может, у нее знакомые там будут на этой странице тоже. Видела Юлю. А Юля была в красивом синем платье. Она сразу словилась. Ага. Поставила сердечко. Что было в этот момент? Ты получила такое сердечко дальше? Что ты делала? Ну, посмотрела, думала, о, ничего. Это самый прикольный. Симпатичный. Посмотрим, что она пишет. В итоге она мне говорит, что ты делаешь, приезжай знакомиться. Юль, да ты смелая. Первый миф. Все боятся знакомиться на сайтах знакомств. Между прочим, мы с Сашей тоже познакомились в интернете. Это уже отдельная история. Второй миф. Все девочки боятся быть инициаторами. Но Юля тоже развеивает этот миф. Макс, вы общались на немецком, да? Ну, действительно. Она мне только на немецком писала. Как ты сказала, что она знает русский? А, то есть я не знала, что она... Нет. А когда ты узнала, что она по-русски говорит? Так, слушай, мы весь вечер сидели. Она была с подружкой. Я с ней общался в немецком языке. Потом мы поехали... Смотреть замок. Замок. Я хотел показать, у меня был замок на продаже. Макс занимался продажей замков. И он говорит, пойдем ко мне, у меня замок. Покажу тебе. Нашел, чем удивить, да. Ты на коне был, Макс? На белом, да. А, я говорю, слушай, а в каком городе ты родилась? Она мне говорит, Павлодар. Я такой сижу, Павлодар. Я думал, а где Павлодар в Германии находится? Я говорю, а где-то в Германии такой город. Она говорит, ну в Казахстане. Я такой, ты что по-русски разговариваешь? Она говорит, да. Я говорю, ты весь вечер со мной сидела и ничего не показываешь? Почему этот вечер сегодня идеальный? Потому что я с самыми близкими и... Макс, Павлодар еще сказал. Короче говоря, именно поэтому этот вечер идеальный. Я не могу. 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 Макс, а ты везунчик. Наметь, только на тебе загорелось. Я сказал, как уж какое-то мне стоило, аж по-русски. Да, 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 да. Там сидят на башне чуваки такие. Там сидят такие. Макс плывет. Макс плывет. Завершим нашу игру. Почему этот вечер идеальный? Потому что мы в этот вечер находимся с любимыми людьми. И это самое важное. Важно, с кем мы находимся. Не важно, где. Вау! Давай, брат. Поблагодари. Потому что ты вместе. Потому что ты делаешь для меня. Потому что ты готова для меня. Мы вместе как стена. Мы стоим друг за другом. И не боимся ничего. И поэтому хочу тебя спасить. Синя! Синя! Получилось. Как ощущения? Ты не ожидала? Нет. Мне понравилась Юлина реакция, когда она сказала, что это что, тебе? Они женатые сегодня 30 лет. Ребят, мы вас поздравляем. Спасибо. Ты очертала, Макс? Да. Грус свалился в плечи? Можно поедать нормально уже? Вы себе не представляете, как я сидел. Макс, да у меня из-за тебя уже сердце в пятку чуть не ушло. Ой, смотри, какое колечко красивое, Макси. Макс, молодец, романтик, да? Вообще романтик. Теперь не ближайший. Друзья, спасибо вам. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо, что мы вместе наконец-то встретились, что все подготовили так тоже для нас. Все было четко, работали в команде профессионалов. Я специально взял тост последний про любимый. Да. Вы что, заказывайте, команда готова. Хотите свадьбу, приглашайте, мы вам сделаем по высшему качеству. Вот теперь этот вечер особый, не забываем. Да, ребят. Ребят, давайте договоримся, через 30 лет встретимся, может быть, здесь, может быть, где-то в другой стране. Включим выпуск, нальем также коньячко, венца и вспомним этот классный вечер. Давайте. Договорились. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok